Здравствуйте, уважаемый президент, а также премьер-министр. Мы патриоты города Уральска, владельцы автомобиля российского учета, армянского учета, киргизского учета, а также транзитных номеров. Требуем от вас понижение утиль сбора, а также первичной регистрации авто в размере до 200 тысяч тенге, а также постановки на учет всех иностранных автомобилей, привезенных после вашего послания от 1 сентября 2023 года. Так, на самом деле, в данную ситуацию граждане попали из-за адекватно высокой цены на автомобили в Казахстане. Многие пригоняли и по сей день пригоняют авто из-за рубежа. Так, на самом деле, завода утилизации автомобилей в Казахстане не существует. Происходит отмывание денежных средств простых граждан. Еще неизвестно, когда везенные автомобили за последние два года будут утилизированы, так как после 1 сентября 2022 года были вывезены в основном авто до 7 лет. Экологический класс этих авто евро 4, евро 5 и евро 6. Утиль сбор должен оплачиваться при сдаче машины на утилизацию, а не при регистрации авто. Сумма первичной регистрации незаконна и необоснованно завышена. Почему перевод обычной версии техпаспорта другого государства в ламинированную версию в Казахстане должен стоить почти 2 миллиона тенге? Это незаконно. Ни в одной стране мира нету таких цен. Первичная регистрация должна ограничиваться суммой максимум 15 тысяч тенге, так как на самом деле этот процесс занимает у государства никаких вложений. Это всего лишь процесс ввода данных автомобилей в базу МВД Республики Казахстан. При встрече с Кабинетом Министров при вопросе ему, куда уходят деньги первичной регистрации, а также утиль сбора, он ответил, что эти средства уходят на поддержание местного автопрома. Сумму на поддержку местного автопрома должны привлекаться инвестиции олигархов и прочих. Они с простого населения. В случае, если мы оплачиваем высокие тарифы за первичную регистрацию, якобы поддержку отечественного автопрома, тогда мы должны получать дивиденды с продажи автомобиля автопрома Сарарка. Почему, если мы покупаем авто класса Евро-4 ценой 8 тысяч долларов и качество лучше, чем местный автопром, мы должны платить сверху 5 миллионов тенге? Это незаконно. Мы поддерживаем? Также от лица всех автовладельцев Западной Казахстана заявляем о требовании понизить утиль сбор и первичную регистрацию до 200 тысяч тенге, а также постановки на учет всех иностранных автомобилей. Мы патриоты. Мы всего лишь хотим честных цен на автомобили. Ведь к этой проблемной ситуации мы пришли из-за коренной причины введения утиля и первички. Данным обращением заявляем, что наши права граждан, а также права потребителей нарушены правительством Республики Казахстан. Мы, автовладельцы города Уральска, заявляем, что мы не намерены платить незаконные платежи в неизвестность до тех пор, пока их не понизят до требуемой стоимости. А также передаем данный челлендж в другие города. Ведь источником власти является народ. Согласно Конституции Республики Казахстан, статьи 3. Статья 1. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и свобода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова